Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из игр, фильмов и сериалов. И в этом ролике речь пойдет про один из самых популярных пистолетов 20 века, а именно Colt 1911. Причем мы его могли встретить в огромном количестве фильмов и игр, в том числе в таких крутых сериях игр как Call of Duty, PUBG и конечно же Battlefield. И в этом ролике вы узнаете, для чего этот пистолет создавался, в чем его были уникальные характеристики и кем он на самом деле применялся в реальной жизни. И как обычно, если вы ждали нового ролика, обязательно поставьте лайк под этим видео. И еще, естественно, подпишитесь на мой инстаграм, за это я всегда буду вам благодарен, ссылочка будет в описании под роликом. А по промокоду М1911 ты еще и получишь плюс 40% при пополнении, чтобы ты смог выиграть еще больше классных скинов на Изидропе. Ссылочку на сайт ты найдешь внизу в описании под роликом. На рубеже 19-х и 20-х веков конфликт между Филиппинами и США показал неэффективность стоящего на вооружении револьвера 38-го калибра. Мощности оружия оказалось недостаточно, и в 1905 году комиссия по вооружению США представила новый полуавтоматический пистолет с магазином. Он вмещал в себя 7 патронов 45-го калибра и назывался М1905. Затем спустя два года его подвергли армейским испытаниям, в ходе которых военных настолько впечатлила его мощь, что они сразу приняли решение о закупке нового оружия для американской армии. Однако сам изобретатель Джон Браунинг не был доволен результатом и вместе с инженером компании Кольт Фредом Мором сделал ряд усовершенствований, которые успешно завершились к 1911 году. Как раз в тот момент проходил всеамериканский конкурс на лучший пистолет для военного применения и полицейских нужд. И когда Браунинг со своим инженером выставил улучшенную версию М905, она настолько потрясла военных своей простотой и мощью, а также надежностью, что компания Кольт получила долгожданный контракт, а новому пистолету присвоили название М1911 Government Model. И с того момента пистолет М1911 многие стали называть просто Кольт. А к 1914 и началу Первой мировой Кольты начинают выпускать не только на заводе в Спрингфилде, а по всей Америке и даже на некоторых оружейных заводах Англии. К Кольтами 911 вооружаются офицеры и небольшие партии попадали даже в русскую армию. Естественно, затяжная окопная война выявляет сильные и слабые стороны любых оружий. И из недостатков пистолета отметили выпадение заряженного магазина, а также механика, которая страдала от грязи. И таким образом пистолет мог отказать в самый неподходящий момент. Но с другой стороны и остальные пистолеты тоже по этим параметрам страдали ничуть не меньше. Но при этом Кольт обладал еще и целым рядом других достоинств, которых было гораздо больше. За счет массивной и мощной пули и ее останавливающего действия, солдат мог попасть практически в любую конечность врага, от чего тот получал ужасные раны, а иногда даже умирал от болевого шока сразу. После окончания Первой мировой войны в 1918 Кольт 911 продолжает выпускать для нужной американской армии и также на экспорт. В полиции же он не прижился из-за слишком большого веса и огромной мощности, и одновременно с выпуском ведется изменение и усовершенствование конструкции, для того чтобы избавиться от недостатков, выявленных в ходе войны. Пистолет после Первой мировой войны стал настолько популярен и известен во всем мире, что начал закупаться практически всеми странами. То есть модель получилась настолько удачной, что даже наш оружейник Токарев за основу своего небезызвестного пистолета ТТ взял компоновку и узлы от того самого изобретения Браунинга. А к 1921 году американцы выпускают модернизированный 911, устранив в нем все известные на тот момент недостатки и немного изменив внешний вид. Ну и естественно он и дальше оставался на вооружении армии США. При этом с 1926 года и до наших дней никаких изменений в конструкции пистолета так и не вносили. То есть в какой-то степени Кольт уже тогда смог достигнуть определенного совершенства. Однако даже на сегодняшний день Кольт действительно ценится, даже несмотря на то, что технологии существенно шагнули вперед. Безусловно, существуют более легкие и компактные пистолеты, и у которых магазин побольше, однако у 911 есть свои плюсы. За счет своих немаленьких габаритов и приличного веса, это позволяет хорошо контролировать отдачу при таком мощном боеприпасе. Также про пистолет известно, что во времена Второй мировой войны он изготавливался на многих предприятиях, но в качестве дополнительного резерва были задействованы и компании по производству швейных машинок «Зингер», которые на тот момент выпустили всего 500-600 экземпляров. И как раз именно они по сей день считаются коллекционной редкостью, очень ценясь среди коллекционеров стрелкового оружия. И продается 911-й от «Зингера» по цене раз в 30 больше, чем обыкновенные образцы серийного оружия. Также важно отметить, что до создания М1911 Браунинг разработал ряд других пистолетов, которые тоже производились компанией Кольт. Они носили название М1900, 902 и также ранее упомянутый М1905, но настоящий успех он познал именно благодаря модели 1911. И после всего этого возникает резонный вопрос, если пистолет настолько крут, почему же его решили заменить и на что? И тут все достаточно просто. В 1985-м армия США в массовом порядке заменила его на пистолет М9 Беретто. И кстати, кликнув по подсказке справа сверху, вы сможете посмотреть ролик даже про этот пистолет, ведь про него я уже делал обзор. А замена Кольта на Беретто произошла из-за стандартизации в НАТО, где стандартным видом боеприпасов считался именно патрон 9 мм, в то время как Кольт использует 45-й калибр. Но тем не менее, Кольт М1911 все еще используется в некоторых подразделениях Соединенных Штатов и сил спецназначения. Но конечно же, помимо военных, он стал популярен и среди гражданских, поэтому и по сей день его можно часто увидеть на стрелковых соревнованиях, любительских стрельбах, а может быть для кого-то даже в качестве оружия самозащиты. Но конечно же, большинству из нас Кольт скорее известен из различных компьютерных игр. И сейчас мы попробуем сравнить Кольт в реальной жизни с тем, каким видели мы его в виртуальном мире. И тут конечно нам на ум могут прийти разные шутеры про Первую и Вторую мировую, потому что именно в те времена Кольт был на пике популярности. И в каждой игре, где были американские солдаты, там естественно был и Кольт, ведь это их как бы визитная карточка. Ну и начнем мы с самого главного. Что в реальности, что в играх М1911 не является ключевым оружием, а идет как дополнение к тому же Томпсону или винтовке М1. То есть вряд ли какой солдат именно с Кольтом бы отправился воевать. У него точно было бы что-то еще посерьезнее. А если говорить в плане характеристик в игре и в реале, можно увидеть, что в некоторых играх из серии Battlefield в обойме Кольта находилось 8 патронов, хотя оригинальное число должно быть 7. Но зато в целом по боевым характеристикам он не сильно отличается от настоящего образца. То есть в играх вы как правило не можете убить врага первым же хедшотом, если тот в каске. Ну и с настоящим пистолетом история такая же. Из-за того, что пуля 45-го калибра имеет низкое пробивное действие, благодаря невысокой начальной скорости, у вас не получится прострелить голову, которая будет одета в шлем. Хотя безусловно бойцу такое попадание точно не понравится, и он будет дезориентирован, а то и получится трясение мозга. Но по крайней мере жить будет. И как раз по той же причине дальность стрельбы из такого пистолета будет невелика. И если в старых играх очень часто нет такого понятия, как в принципе дальность стрельбы и отклонение траектории пули, то там можно убить врага на любом расстоянии. Вот только в реальности все далеко не так хорошо. И прицельная дальность 911-го составляет что-то около 27 метров. Ну а например в PUBG для того, чтобы играть было поинтереснее, ее сделали около 50. Ведь для любого шутера 27 метров это вообще не серьезно. И на таком расстоянии лучше побегать с каким-нибудь легким автоматом или даже дробовиком. Ну а например серия игр «Медаль за отвагу» первой задала тренд. На то, чтобы воссоздавать жизнь солдата времен Первой мировой войны со всей экипировкой и оружием. Где естественно и про Кольт 911 не забыли. Примерно в то же время появилась и серия игр Call of Duty. Однако даже после того, как популярность игр про Первую и Вторую мировую стала спадать, мы по-прежнему встречаем Кольт в огромном количестве шутеров, действия в которых даже происходят в современных реалиях. Ну и в заключение можно сказать, что продолжительная популярность Кольта отчасти идет из-за доли патриотизма, ведь он является мощной иконой самой Америки, самым трушным оружием ее солдат. Однако при этом он круто и харизматично смотрится даже в руках какого-нибудь Дюкнукема. Ну и сейчас М1911 это бессмертная классика, которая уже на службе находится около 100 лет, и которая при надобности сможет прослужить еще целый век, и сочетает в себе идеальное соотношение эргономики, надежной работы и мощи 45-го калибра. И если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь дальше нас еще ждет много всего интересного.